Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вас научу правильно наносить румяна. Изначально нужно разобраться, чем отличается скуловой корректор от бронзера и от румяна. Скуловой корректор – это прессованные либо кремовые текстуры, которые напоминают цвет природной тени на лице. Например, носогубные впадины, либо подскуловой впадины. Они нам нужны для того, чтобы мы сделали коррекцию лица и создали новые впадины, либо новую тень. Бронзер – это теплая текстура, которая дает эффект загара. Она может быть матовой, либо мерцающей. Мы ее, как правило, наносим на крупные участки лица для того, чтобы сделать эффект загара. И румяна – это розовые, либо персиковые текстуры, которые дают свежесть и лифтинг нашему лицу. Сегодня мы говорим о румянах. Есть три основные текстуры румян. Это кремовые, прессованные и рассыпчатые. Чаще всего встречаются кремовые и прессованные. Какие лучше использовать в домашних условиях? Конечно же, прессованные, потому что вам они нужны одни. Если вы возьмете кремовые румяна, то обязательно нужны еще будут прессованные, потому что кремовые нужно закреплять. Зачем же тогда нужны кремовые? Вот кремовые румяна обычно используют профессиональные. Визажисты я вам сегодня покажу, как их использовать, и они будут создавать невесомую красивую дымку. Также румяна могут быть матовые и с перламутром. Вот то, что я точно не рекомендую, это румяна с перламутром, потому что они будут подчеркивать поры, и также они будут подчеркивать лишние объемы. Например, носогубную впадину. И какие же все-таки выбрать цвета? В румянах, как и в одежде, как и во всем, есть мода. Вот сейчас мода – это на персиковый румяна, когда-то это была на розовый румяна. Но в данный момент самые актуальные цвета – это нежно-персиковые, чуть-чуть даже с оранжеватым подтоном. Я вам сегодня покажу, как их правильно использовать, чтобы это было стильно, модно, а не так, как на фотографии. Первый вариант нанесения – если у нас широкое лицо, либо круглое лицо, и вы хотите сделать его уже и создать лифтинг-эффект, тогда мы наносим румяна на скуловую кость. Я возьму сейчас кремовый румяна, хочу показать, как наносить кремовый румяна. Это румяна Мак, цвет Груви. Обязательно их нанесла на палитру. У меня кисточка номер 7, синтетическая. И наношу прямо на верхнюю зону, не заходя на зону именно щеки. Далее кремовые румяна еще можно нанести на зону лба, на зону подбородка, и чуть-чуть на носик. Если мы хотим сделать эффект такого молодого, красивого лица, кремовый румяна обязательно наносим на тон, на неприпудренную кожу. Потому что если начнете наносить на припудренную кожу, у вас такие румяна просто не будут тушеваться. Далее берем пушистую кисть номер 7 и уже растушевываю. Также, если нам нужен лифтинг-эффект, под румяна нанесите скуловой корректор. Я беру скуловой корректор той же кистью и наношу прям под румяна, для того, чтобы создать впадину. И прохожусь вверх по виску. Движения у вас идут в волосы. От зоны, которая должна быть самая яркая, в волосы, и нижнюю скулу. Прорабатываю снизу вверх, снизу вверх. Как я и говорила, кремовые румяна обязательно нужно закрепить сухими. Потому что на данный момент они являются неустойчивыми. В таком виде я могу оставить модель, если мне нужно поменять несколько образов. Например, мы сейчас сделали один образ, а потом мне нужно быстро перекрасить. Но если нужно стойко, то обязательно я наношу сухие румяна. Называется Like Me, Love Me, также мак. И дублирую сверху зоны, где я наносила кремовые румяна. Конечно, в таком виде это очень стойкий макияж будет. Я надеюсь, вам видно, как одна скула поднялась вверх, а вторая кажется визуально ниже. Если же у вас лицо вытянутое, худое, и вы наоборот хотите добавить объем, тогда нужно наносить румяна на щечку. Именно на зону объема. Но данная техника не подойдет тем, у кого очень активная носогубная впадина. Потому что она обязательно ее подчеркнет. Такая техника подойдет для молоденьких девочек, которые хотят создать эффект нежного румянца. В данном случае, если вы хотите создать эффект детскости и мягкости макияжа, то лучше использовать бронзер, то есть эффект легкого загара. Наношу широкими движениями полностью на лоб, на висок и на подскуловую впадину, но без четкой тени. То есть все создаю полутенью. И закрепляю кремовые румяна сухими. Первый вариант нанесения подойдет для тех, кто хочет визуально сделать лифтинг и сузить лицо. Второй вариант для тех, кто хочет наоборот расширить и сделать лицо более детским. Бэби фейс. И в конце топ-3 кремовых румян и топ-3 сухих. Кремовые румяна это MAC, Fenty Beauty и Make Up For Ever. Сухие MAC, Sephora и H&M. Пишите, какая сторона вам понравилась больше, первая либо вторая. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до следующего четверга. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok